Привет, ребята! Добро пожаловать в джундец «Легаводов»! Для сегодняшнего видео я буду реакция. Давайте перейти к нашим любимым странам, который в России. Привед, и я спасибо за нашим русским друзьям. Как вы все, ребята, если вы делаете хорошо и потрясающе? И титры этого видео, как вы можете видеть в моем даме, «Органтливо, Талибан Армад» Ооо, реально? Кади Руб, Ритли Варн, Афганистан, и кредит на хорошее обладание с этим видео, конечно, и я добавлю в описании к видео, чтобы вы тоже можете связаться с этим видео. И если вы не любите мне канал, то-каклите в описании. кнопку на кнопку на кнопку на кнопку, чтобы это будет обновлено в будущем, и если вы хотите какие-то комментарии и предложения связаны с этим видео или любые русские видео, русские артисты, которые вы можете предложить, пожалуйста, напишите в комментариях, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на все, и сделайте свои вопросы. Я очень рад с этим, ребята, потому что всегда, Талибан или Афганистан, которые испытывают какие-то войны, и давайте узнаем, почему это произошло, и почему они были награды. О, нет, я не могу ждать, чтобы узнать больше о этом видео. Я бы хотел сказать спасибо за все люди, которые приехали в нашей прошлой реакции, я поставлю здесь, ребята, спасибо большое, и я буду всегда благодарен за вашу любовь и поддержку, и пожалуйста, share this video to your friends and love ones, let's do this, wow, thank you so much for the support of this video. But for a bit and spasibout all of you guys, enjoy! И очень прямолинейно прокомментировал ситуацию в Афганистане. Эта Америка снова придумала очередную какую-то аферу против мусульман, заявил глава Чеченской республики. Клялись, обещали, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте себе, продолжил Кадыров, в Афганистане десятилетиями погибают люди, там еще пять лет назад уже насчитывалось погибшими более двух миллионов мирных жителей. Сколько же погибло там сейчас? Бедных и несчастных людей только мучают. «Вспомните, Бен Ладен был американским проектом. Талибы тоже американский проект. Думаю, нашим союзным государствам необходимо укреплять границы и готовиться к худшему развитию событий. Что же касается России, то для нас это не проблема. Будет приказ, остановим любого, талибы, не талибы, неважно. Повторюсь, любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», — подчеркнул глава Чечни. Что можно по этому поводу сказать? В последние дни многие наши аналитики и блогеры выражают обеспокоенность, связанную с событиями в Афганистане. Но я, пожалуй, соглашусь с мнением чеченского лидера. Давайте вместе поразмыслим. А что, собственно говоря, случилось? Скажу прямо. Там где-то в Азии разборки. Ну, бывает. У них это нормальное явление. Да, Талибан — запрещенная в России организация. Но ни СССР, ни Россия никогда не воевала с талибами. Да, Советский Союз вел в Афганистане войну почти 9 лет. Это правда. Но в 1989 году оттуда были выведены наши войска. А Талибан возник в 1994 году. Тогда с кем же воевал СССР в Афганистане? Советская армия воевала с афганскими маджахедами, другое название которых — душманы. Если обратиться к языку самих афганцев, язык пушту, то у них есть слово «душман», которое переводится как «враг». Именно поэтому советские войны чаще всего называли маджахедов душманами или, короче, духами. Как связаны маджахеды и талибы? После вывода советских войск война, джихад была окончена и маджахеды разошлись на две основные группы. Одни вошли в движение «Талибан», другие создали организацию «Северный альянс», как реакцию на появление «Талибана». Конечно, какие-то маджахеды просто перешли к мирной жизни или отправились на джихад в другие страны, но две главные группировки были именно такими, причем они воевали друг против друга. Первым появился «Талибан» в 1994 году. Талибы — это наиболее радикальные и ортодоксальные исламисты, они целенаправленно стремятся к средневековым порядкам и установлению законов шариата. «Талибан» быстро покатился по стране, набирая большое количество сторонников. За первые пять лет талибов стало в пять раз больше. Те афганцы, которые были более образованы, современные и хотели для своей страны благополучия и успеха, в более привычном для нас понимании, вот они и создали «Северный альянс», который сопротивлялся «Талибану» с 1996 по 2001 год. Получается, что враги СССР, маджахеды, после окончания афганской войны сами начали воевать друг против друга, так как видели будущее Афганистана по-разному, и победил в этой борьбе «Талибан». Не так давно «Талибы» приезжали на поклон в Москву. Президент не встретился с ними, не тот уровень. Но их приняли и выслушали, объяснили, что будет, если. Да они и сами это знают, посмотрели на Сирию. Знакомиться с «Калибрами» или с «Анцепёками» у них нет никакого желания. Как, впрочем, с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и Ту-214Р, а также с вертолётами Ми-53 и Ка-52. Их можно понять, они дали гарантии. Что очень важно для соседних с Афганистаном стран, со стороны представителей талибов неоднократно звучали обещания, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для соседних государств. Сегодня силы движения «Талибан» взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле, сообщил спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, талибы заверили, что ни один волос с российских дипломатов не упадёт. Господин Кабулов отметил, что Россия не опасается превращения Афганистана в новое исламское государство, однако пока не будет спешить и с признанием талибана. По словам дипломата, высшее руководство талибов приказало своим отрядам не обижать население. Официальные представители заявили, мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы. Вот и правильно, незачем лезть со своим уставом в чужой монастырь. Тем более страну. Нравится им жить по законам шариата, пусть живут. Или что объединённым Арабским Эмиратом Саудовской Аравии можно, а им нельзя? У России нет границ с Афганистаном. Буйные соседи – это проблема нынче независимых Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Подчеркну, не России. Таджикистан – наши друзья. Впишемся. ОДКБ есть. Да они туда и не полезут. А вот если афганцы начнут резать узбеков и туркменов, то это не к нам. В ООН или США, пусть пишут. Нам-то что? Нет. Ну можно войти, как Крым на правах субъекта федерации, тогда поговорим. А так? На США смотрели, вот вам и флаг в руки. Ой, говорят, дедушка Байден предал друзей? Ну так это не наши проблемы. Наши войска никогда больше не войдут в Афганистан. России это не нужно. Возможную агрессию против нашего союзника Таджикистана мы сможем не то что отбить, но и предупредить сможем. И границу азиатскую не то что обезопасить, запечатать, если захотим. Если кто из среднеазиатских республик не понял, что единственный гарант их нет ни независимости, жизни, это Россия. Ну что ж, пусть помирают. Не желают? Помочь надо? Хорошо, но сначала упасть на колени, ввести второй государственный язык, русский, ну и так далее, по списку. Не хотят? И ладно, пусть талибов встречают. Или как? Сначала русофобствовать, а потом на голубом глазу орать спаси Россия? Нет, такие номера не пройдут больше. Вспоминаем Армению, Карабах. Россия за чужие интересы больше не воюет. Спасибо, научили. Вау. Для меня, ребята, это видео, которое талибанцы не хотят позволить другим странам противопоставить на какие-то решения или войны, которые имеют, потому что я думаю, что они смогут обеспечить. И много комментариев говорят, что это страна, их верность и их ценности. Никто не нужна в том, что они могут обеспечить их правил, чтобы они живут как моря, но не уничтожить их родственников и никого другого. И я действительно согласен. Иногда люди, которые живут, хотят их жизни быть, что, не важно, что происходит в их стране, не противопоставить их. Потому что это их жизни, их структуры, их религия. И я могу понять, что с другими странами, особенно с Россией и другими странами, которые действительно хотят помочь эти люди, особенно для этих стран, которые всегда испытывают войны. Афганистан всегда испытывает всегда конфликт войны. Давайте жить в спокойствии. Все счастья и благословения не interfere с интеллигенцией, образованные и умные люди в их жизни. Давайте их жить как один в их стране. Это действительно красиво. И что я могу видеть в видео, что леном, и афганистан или Талибан, они действительно не хотят друг санта или другого группы, типа,wl.бысловения, или что-то du-другое, что они действительно хотят идти в их страну и помогать. Они действительно не хотят быть противопоставленными с другими странами, а также другие странами, чтобы помогать их. Потому что это то, что сотрудничество лечит США, которое заканчивается. И я знаю и я могу понять, что другие страны, которые действительно хотят помогать и строить эту страну или эту страну, чтобы быть в порядке. Это их решение. И спасибо большое. Я надеюсь, что, ребята, если у вас есть какие-то дополнительные комментарии или что-то, что вы можете видеть в видео, если люди, и Талибан, я очень хочу услышать с вами. Если вы не согласитесь или согласитесь в этом видео, я бы хотел слушать вас в комментариях и отвечать вам всем. И если вы любите этот видео, вы видите, как я делал, просто ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Это Юн Рис Благадаг, реакция, и Стэмблз, посетив, ребята. Если вы хотите связать с моим социальным медицинам, то есть здесь. Если вы хотите связать с моим вторым каналом, то есть в описании под видео. Спасибо большое, Провет, и спасибо за просмотр, наши русские друзья. Have a good day, everyone. Bye-bye, мабухай. Мы все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все.